Ну что, Сенька, скучаем? Пошёл твою маму искать. Да я по красной этой догадался, по красному тазику. Юля, ты как часть природы. Как их раньше называли, я забыл. Нимфами, нереидами, не помню. Вот. Мужиков лешими. Женщин повежливее как-то. А, русалка, вот она милая. Вот. Я сейчас, знаешь, что сделал? Ругаться будешь? Я включил камеру. Опять не скажешь, я не знаю. Крашена? Не скажешь? Смотри, это фильм особый. Итак, друзья. Несколько лет вы знали Елену, ой, Елену, Юлию Сергеевну, как человека, который прекрасно фасует, прекрасно рефицирует, прекрасно собирает посылки и отправляет вам. Вот. Так. И тут оказалось, что, ну, кто бы знал, что вот только она сделала первые две, примерно первые две прививки, и так, как будто она делала всю жизнь и быстрее меня. Вот. И тогда я понял. У тебя, Юля, в роду не было садоводов? Нет. Не было, да? Так. А если через поколение, 19 век? Не знала. Могли быть? Не знала. Давай посмотрим на твою работу. Сейчас присяду. Вот она. Ой, санкции не даст. Сейчас я со стороны зайду. Так. Итак, мы имеем по двое. Это китайские селивы. Так. Вот. Знаешь, все-таки это, мы с тобой не пришли к Елену мне. Я считаю, что сперва надо замотать, а потом уже замазывать. Вот это, вот это. Тебе так удобней? Да. Ну, смотри. Самое главное, чтобы эти на веточки полевой не попало, а то они сразу вздыхают, если их случайно засыпить мазью. Вот. Что-что? А вот кто-то шел мимо и отломал. А может зимой, может снег. Так. Так. Итак, твоя работа. Скажи, пожалуйста, я тебе поставил выбор. Или ты выкапываешь все это, за столом прививаешь. Или ты садишься на колени, причем могла бы им это, как ух, что-нибудь под ноги подстелить. Вот. Сейчас я тебе принесу. Только закончу съемку. Теперь что получается? Если мы прививаем, не выкапывая, качество прививок выше, я так понимаю. Ага. Я тебе обеспечил качественными черенками. Вот. Сергей тебе отдал вот эти подвои. Ну, а дальше посмотрим. Может, у тебя свои клиенты будут. Может, у тебя свои будут эти, как их называют-то, поклонники. Вот. Фанат? Ого. Фанат. Семь долларов. Фанат может быть фанатен. Вот. Ну, а сейчас я слышал, как стукнула дверь машины. Видимо, кто-то подъехал. А мне нужно попытаться продать к ней его. Помоги, помоги. Сейчас пойдем. Сейчас. Пусть люди посмотрят. Ты за процент какой-нибудь помогатель? Процент? Ну, если убедить сможешь. Дело в чем. Значит, у меня очень туго идет продажа книг. Я тогда выгляжу очень... Как-то морально. Говорю, купите книгу. Мне говорят, нет, не надо. Мы как-нибудь так вырастим. Вот. Вот как-то так. Тогда я придумал сам себе такую отговорку. Отговорку, а как бы сам себя по голове похлопать. Если ты помнишь, был такой анекдот. Его показывали. Его как бы инсценировали на экране. Или печатали в книгах. А анекдот такой. Мужик, значит, предлагает одной женщине. Ну, такой в открытой форме секса. Она его бьет по морде. Второй. Третий. Опять пощечина. Девятый. Опять пощечина. Уже все. Морда уже опухшая. А десятый вдруг соглашается. Я по такому принципу продаю книги. Продавать надо. Летом держаться надо на чем-то. Денег. Откуда летом деньги? Вот. И тогда что я придумал? Подъезжает любая машина. Говорит, вам не нужна моя книга? Первый говорит, нет. Правда, пощечины не дает. Но чувствую, я себя довольно унижен. Второй нет. Третий нет. Еще помню тот фильм был. И там была такая песня грустная. Купите фиалки. Фиалки весные. И вот десятый соглашается книгу купить. Во всяком случае, говорю, одна стоит тысячи рублей, а вторая – полторы. Да, не каждому это дано. Ну, ладно. Заканчиваю я съемку. Давай поближе покажу твою работу. Вот она, вот она, вот она. Ну, и в результаты потом. Да, бутылки помнишь, где лежат? Не забудь закрыть. Вот, смотри, видишь? Я еще покажу. Это я привал тоже персики. Потом сказал себе, пусть молодец этим занимается. Нашли дурака. На коленях стоять. Сейчас покажу свои персики и на этом закончу запись. А, я уже показывал. Ну, примерно. Вот так выльют мои. У меня были более мощные, по двое. Более мощные. Ну, кого-то они. Вот. Ну, я смотрю. Ага, пошли, пошли, пошли. Видели? Видели? Ага. Пошли. Давайте еще посмотрим. Так, ну, например, вот эту. Вот она. Вот что. Как говорит пословица. Не можешь? Научим. Не хочешь? Заставим. Все. Вот. На сердце не пропьешь. А эти вот у меня в таком виде. Вот пленка. А, ну-ка, что там видно? Живая. Пошла. Вот. А это когда скелетная прививка. Еще бы вот и привить эту, эту. Уже чувствую, что не тяну. Все. Вот. Успел я кое-что сотворить. Вот. Пожалуйста. Видите? Вот. Меня всегда, знаете, все удивляет. Вот. Я никогда не огорчаюсь. Я думаю, она приживется. В этом году у меня особое состояние, которое делает прививки практически 100%. А вот, допустим, в прошлом году у меня были неудачи. Знаете, какие? А вот смотрите. Прививка мертва. А рядом с ней, вот это я называю химера. Мне интересно, а что из нее будет? Вот. А вот это я хорошо увидел. Я сделал прививку. И забыл ее закрыть пленкой. Так. Ну вот, не зря. Значит, съемки провожу. Ну ладно. Еще показать. Сало как сало, что их показывать. Давайте. Там еще у меня распускаются персики в теплице. Я не брезгую в теплице. Было дело, чуть не потерял персики вообще. Вот, теплица. Это у меня контрольный вариант. Это у меня страховой полюс. Кстати, только вот первые теплые денечки. И черный абрикос тут как тут. Первый сходит. Вот он. Видите. Слива начинает просыпаться. И что интересно, опережает даже абрикос. Вот на 100 раннего вось. Абрикос, видите, спят. Но живые. Живые. Но спят. Ну что, еще ходить и ходить. Вот так делаются контрольные прививки. Почему? Видите, от подвоя, от подвоя, очковалась, пошла расти маджирский абрикос. Вот эта ветка культурная. Видите, вот место прививки, вот смотрите, она очень-очень низкая. А вот совсем низкая, вот по коре, цвет кори светлый, это маджирский абрикос подвой. А я, во-первых, всегда оставляю вот так вот. Почему? Я хочу, чтобы вы увидели на нем цветы. А потом и плоды. Как влияет. Вот эта же знаменитая моя фаина. Вот она. Вот она, фаина. Как она повлияет на подвой. То есть взаимное влияние. Привой на подвой, подвой на привой. А вот свежие прививки. А знаете, что здесь? Вот. А здесь я привил уже в абрикос. Я привил второе поколение венгерки. Венгерки выглядят вот так. Вот она венгерка. Видите? Это мое детство прошло среди этих венгерок. Я их люблю, обожаю. Они чуть-чуть похожи на грушу по форме. Лады до 60 грамм. Так. Вот. Твердые. Хрустят. С кислинкой. Но вкус такой, что вот начал только сказал венгерка. Полный рост свиней. Вот. Вот видите, на каких подвоях вырастил. На китайках. Теперь вот с этих китаях нужно брать плоды и выращивать. Поколение за поколением уже подвой из этих китай, которые сроднились с венгерками. Видите, да? Кстати, муравей видите? Видите? Самое ценное в саду – это муравьи. Вот. И сами вот эти вот деревья. Это как одно целое. В исторстве муравьев пропадут деревья. Вот это не знает практически никто, включая ученых высокомудрых. И они этого не знают. Как это случилось? Я наблюдал 40 лет. Я растил, я калечил. Но никогда не тронул ни одного муравья. Ну, результат сами видите. Вот. Что тут еще интересного? Вот они, смотрите. Вот еще один, второй нашел. Их много здесь не бывает. Почему? Вот когда здесь были грядки, прямо здесь деревья были маленькие-маленькие. Одно-двухлетнее. И вот тут вот рядами были грядки даже с картошкой. А были еще эти самые. Вот. Видите? Вот так они… Еще раз возвращаемся к Юрии Сергеевне. Вот это остаток от былой роскоши. От того, что называлось питомник. Это много-много хладилось косточек. Выращивались, потом выкапывались. И переносились уже в виде прививок. А, слушай, а где твои прививки? Там, там. Показать бы их. Показать бы. Где таз? Вот он. Нет, тот. На столе стоит. Ну, если не забуду, еще подойду к нему. Вот. Потому что часть Юрия Сергеевна, часть прививок делала за столом. Они были заранее выкопаны. Вот. Удобно с одной стороны. А с другой стороны в качестве хуже. А? А иди людям покажи. Прямо кино возьми и покажи. Вот. Это же кино не просто так. Оно учебно-развлекательное. Давай, показывай. Обычная резинка на руке, да? Вижу резинку на руке. Это обычный телефон. Ничего не сорванный, да? Нет, вроде нет. Раз, два, три. Не получилось. Не получилось? Ну, иди еще тренируйся. Ладно. Так. Обычная резинка, да? Да. Обычный телефон. Обычный телефон. Оп. И резинка на телефоне. Да ты что, правда? Молодец. Вот. Снова я один раз назвал себя дважды борьбанным маслом. И у меня опять будет проблема. Страшная проблема. Вот. Вот здесь когда-то был абрикос. Я его загубил бесконечными обрезками. Вот такой вот, представь себе, вот такой абрикос. Ага. Что еще подделаешь? Давай. О, здорово. Молодец. Поздравляю. Поздравляю. Продолжение следует...